здравствуйте здравствуйте уважаемые слушатели вас как всегда приветствует канал эзотерика для тебя друзья если вам нравится наш канал подписывайтесь на него также если вам понравилось это видео то ставьте лайки и конечно же пишите ваши вопросы и комментарии помните на канале эзотерика для тебя мы говорим о сложном просто друзья сегодня мы с вами поговорим о том как привлечь деньги в дом об этом снято очень много видео много есть статей мы поговорим в этом видео постараемся объять необъятное почему вы спросите потому что мы поговорим о 33 приметах на богатство сразу оговоримся что видео будет длинная поэтому если у вас время берите ручку обязательном порядке перейти листок бумаги или карандаш потому что вам некоторые моменты на какие-то слова заговоры вам нужно будет записать ну или на крайний случай возьмете сфотографируйте на телефон о чем мы сегодня с вами поговорим мы поговорим о денежном домике наверное вы все знаете о чем это будет идти речь мы дадим советы мы дадим поверья народные которые люди испокон веков передают из друга из рук в руки для привлечения денег и удачи мы поговорим о приметах который благодаря которым вы сможете сохранить денежки но конечно мета приметы и так называемые фениковые приметы ну что друзья давайте мы начнем поэтому сразу говорю видео будет у нас длинная но она и будет интересно очень много важных и нужных советах и так масса книг статей монографии на тему финансового благополучия а также обретение богатства разработки бизнес-стратегий написано в современном мире мы же возвратимся именно к истокам возовем к мудрости предков и расскажем как привлечь деньги ваш дом народные приметы помогали нашим предкам помогут и нам с вами приманить в дом деньги и удачу и так друзья денежный домик вы спросите где же живут денежки правильно правильно бумажники в кошельке желая привлечь деньги в дом подразумевается конечно же привлечение денег в кошелек начиная говорить о народных приметах давайте позаботимся о домике для наших финансов и так друзья мы сейчас с вами поговорим о советах по выбору кошелька и так домик для денег должен быть изготовлен только из натуральных материалов это может быть замша кожа или ткань дабы спокойно давать циркулировать естественной денежной энергии следующий совет это стихия денег стихия денег это металл и земля соответственно лучше если цвет кошелька будут каким-то присущим двум этим элементам это может быть коричневый серебристые оттенки желтого оранжевый или красноватый чтобы бумажник сам по себе притягивал богатство он должен быть не старым рваным или поношным а новым добротным и красивым не обязательно покупать очень дорогой кошелек или портмоне главное чтобы он был удобным натуральным нравился вам что очень важно и имел отдельные карта кармашки для мелочи и банкнот неразменная купюра или монета поможет вам притягивать больше денег можно положить например 2 доллара это достаточно редкая банкнота считается что она именно отлично притягивает своих родственников согласно народному поверью кусочек корня хрена положены в отдельный кармашек портмоне будут способствовать грандиозной концентрации материальной энергии таким же свойством обладает вереск можно положить веточку этого растения купюры в кошельке складывайте по порядку все они должны лежать одинаково цифер как циферки крупные ближе к вам лицевой стороной обращайте на это внимание ничего кроме денег в портмоне или кошельки носить не желательно никаких фотографий детей и родственников как многие обычно это делают энергетика фотографий человека сильно сама по себе она способна блокировать энергию денег вторая сторона этой медали это денежная энергетика может воздействовать на лицо изображенная на фотографии сделав его меркантильным или расчетливым если дарите портмоне или кошелек обязательно положите внутрь копеечку или купюру совершенно пустой дарить нельзя ни при каких обстоятельствах существует примета что если носить с собой какое-то время кошелек очень богатого человека вместе со своим то и ваш научи сохранить и привлекать богатство теперь давайте поговорим о народных поверьях для привлечения денег и удачи как привлечь дом деньги и удачу вы узнаете изучив проверенные народные приметы и так давайте будем с вами знакомиться с народными поверьями не жалейте тратить часть вашего дохода на благотворительность помощь малоимущим также делать пожертвования подавать милостыню они возвратятся вам двойном размере спрячьте под порог одну серебряную монету когда будете заходить в дом произнесите я захожу домой деньги за мной вы спросите где приобрести серебряную монету на данный момент ее можно купить в ювелирном магазине например или как вариант в кассах банков продаются монеты разного достоинства золотые серебряные еще других каких-то дорогостоящих металла так вот вам нужно купить серебряную монету обращаю ваше внимание что серебряные монеты они сами по себе недорогие или в ювелирном магазине даже серебро серебро не так ценится например как золото поэтому возьмите подойдите в такой ювелирный магазин или подойдите в кассу банка где именно продаются монеты и узнаете сколько это стоит под соберите и имейте такую серебряную монету и вот когда вы ее приобретете будете когда захотеть в дом произнесите я захожу домой деньги за мной еще одна есть интересная примета если хотите привлечь деньги в дом делайте маникюр и стригите ногти именно по вторникам и пятницам знаете друзья что эфирное масло пачули способна притягивать деньги для этого купюра на которой есть буквы ваших инициалов следует смазать этим маслом и постоянно носить в кошельке в качестве талисмана денежки будут приходить вам легко и часто следующие друзья у нас мини ритуал помните что скоро рождество буквально через пару недель и вы можете сделать небольшой мини ритуал ночью перед рождеством пожертвуйте в церковь произвольную сумму денег предварительно скажите им кому церковь не мать тому я не отец после такого простого ритуала к вам начнут приходить крупные денежные поступления и из неожиданных источников для вас и еще один ритуал на новолуние покажите денежку купюру или монеты молодому месяцу приговаривая месяц нарождается деньги прибавляются далее мы сами поговорим о том как что нужно делать чтобы сохранить денежки как привлечь в дом деньги теперь стало вам ясно а вот народные приметы проверенными веками для сохранения имеющиеся богатства и так прикупите себе копилку и ежедневно подкармливать ее мелкой монетой с пожеланиями достатка и процветания не храните ваши денежки в светлом месте им это не по нраву спрячьте их в укромном темном местечке например это может быть шкаф или то место где вы не часто используете выносить из дома мусор вечером к возможному ограблению и потере удачи это очень важно поэтому никогда ни при каких условиях не выносите именно мусор вечером не отдавайте не дарите не принимайте пустую тару например кастрюли ведра это могут банки это может посуда какая-то в заднем порядке положите кусочек хлеба конфету крупинку чтобы достаток вашем доме не скудел еще как вариант если например у вас есть какие-то животные например у вас есть курочки которые несут яйца или у вас есть корова которую вы даете соответственно она дает молоко и бывает так что вы например где-то живете и ваших соседей друзья ли знакомы вы хотите их поблагодарить и даете например молоко или даете еще что то что производит ваши животные домашние животные которые живут с вами когда вы что-то ведь например вы даете трехлитровую банку молока попросите тех кто вам будет возвращать эту трехлитровую банку чтобы они положили во внутрь кусочек хлеба то есть что-то либо положили чтобы вам вернулся достаток ну и соответственно у вас у них тоже было все хорошо это очень-очень важно поэтому никогда не отдавайте никому просто так ничего не давать никогда пустую тару это очень важный когда вам тоже что-то дают например вам что-то принесли например вас подруга или знакомая чем-то угостила и принесла соответственно тарелку на тарелке например она испекла пирог когда свечи раз вы будете к идти к ней домой не давайте просто просто пустую тарелку хотя вы пойдете купите конфеты или какие-то пирожные и вы знаете пирожные положите на тарелочку то есть помните это очень очень важно далее купюры нужно хранить в одном месте а монета нельзя раскидывать по всему дому обязательном порядке в долг никогда не давать и даже близкому окружению и не отдавайте собственные долги после захода солнца это очень очень важно а также не делайте никогда никому никогда не давайте долг по понедельникам не свистите в помещении рискуете просвистеть весь свой достаток это очень касается именно молодежи потому что сегодняшний день молодежь не знает многих традиций обычаев которые передавались с поколения в поколение потому что современному обществу это неинтересно и молодежь особенно ребята любят посвистеть они могут что-то свистя напевать какую-то музыку но никогда не свистите к тыс вы слышите что-то так свистит помещение попросите не свистеть потому что в таком случае это несет не очень хорошую энергетику как говорится просвистите весь достаток отдавая долг если вы его брали говорите пусть у меня всегда будут и у меня пусть у тебя всегда будут и у меня приумножается это очень очень важно подавая милостыню шепотом при к проговаривайте да богатеет рука дающего при этом важно не смотреть в глаза человеку которому подаете или га может сказать следующее да не оскудеет рука дающего вот именно обязательно порядке когда вы именно подаете милостыню не берите на сдачу порванные мяты или грязные купюры не прикасайтесь к ним руками сразу просите их обменять это стать очень важный совет особенно это касается если вы используете используйте общественный транспорт и часто когда вам дают сдачи вывод вы уже выходите и вам подсовывают водители какие-то порваны или обвес ей мяты и грязные купюры поэтому всегда когда вы берете сдачу обязательном порядке проверяйте какие вам дали деньги потому что когда вы даете вы даете нормальные купюры соответственно значит вы уважаете деньги поэтому просите когда вам люди дают сдачу чтобы вам деньги также вашу сдачу передавали нормальные не порванные не грязные а если вам дали то говорите о том что вы ожидал вам денежку нормальную поэтому пожалуйста уважайте меня и в дать верните мне сдачу в нормальными деньгами не стойте никогда на пороге дабы не застоять благополучия и удачи так бывает что и найти кто на пороге молодежь девчонки когда вот вроде бы уже уходит дед да или вот встречается молодой человек с девушкой вот что-то не все вот вроде бы уже прощаются и все а поговорить а поговорить авто что-то рассказать поэтому никогда не стойте на пороге очень важно нельзя оставлять на обеденном столе нож или деньги на ночь это может привести к неприятностям и бедности это же относится и к пустой бутылки даже есть такая традиция когда все сидят и происходит какой-то праздник застолье да и например а будут к шампанском уже порожнее и и всегда 100 не оставляют на столе оставит именно под стол возможно у вас такая традиция и сохранилась поэтому если вы не знали то помните и желательно вот такие вот традиции обычаи которые были у наших у бабушек и дедушек старайтесь сохранить своей семье передать своим дет деткам и внукам и еще очень важное вот такое выражение деньги любят счет и несет вот это выражение очень особо магический смысл согласно поверью пересчитывать карманные средства нужно трижды в день средства на крупные расходы каждую пятницу вечером также все имеющиеся наличные средства дважды в месяц перед заходом солнцем почетным числам абсолютно все вновь поступившие денежные средства необходимо пересчитать и оставить переночевать дома только после этого можно тратить такие деньги обращаем ваше внимание когда вы получаете заработную плату как правило женщины которые получают заработную плату или вот мужчины да они сразу стараются получил одной суммы сразу старается распределить эти денежки да там кому-то долго дать рассчитаться по кредиту оплатить коммунальные услуги детям дать не спит не спешите сразу это сделать вот если вам свою зарплату выдали постарайтесь поддержать эти денежки до завтра в кошельке своем поблагодарить денежки чтобы они вас активировали ваш кошелек и ваши деньги приумножались если муж получил то так нашем мире сейчас устроено особенно вот людей которые мы жили мы все пришли советского союза до что мужчина зарабатывать деньги отдает все денежки жене потому что жена знает как правильно использовать в хозяйстве дорогие мужчины хотя бы день подержите деньги у себя в портмоне в кошельке как вы как вы привыкли их и поддержать если у вас деньги поступает на карточку зарплатную да или вообще на карточку это ваша заработная плата тут тоже подержите хотя бы один день пусть ваша зарплатная карточка или карточка которая у вас есть до которой вы получили с которой вы получаете заработную плату пусть она активируется и чувствует что она не просто карточка которую использует а что ее любят ее ценят и таким образом она будет вот чувствовать что на ней поступили энная сумма денег да и она будет активировать денежки вы скажете что то есть смешно и забавно но вы должны понимать что как вы так думаете так вы и получаете если вы будете думать и использовать хотя бы вот из этих вот примет советов народный поверь хотя бы 30-40 процентов то ваша жизнь начнет меняться то не что вам нужно вот именно знаете вот только вот так или не иначе вы должны чувствовать своим сердцем что например вы кошелек должны хотите новый купить до вы идете на магазин зашли в магазин вам не подходит не стремитесь вот именно сегодня купить кошелек может быть не ваш день может нет нет вашего кошелька и вселенная ангел-хранитель и вам еще вы не подготовили может нужно месяц два три бывает что до полгода чтобы найти свой кошелек а может быть так вы знаете будете где-то спешить идти домой и узнаете какой-то магазин вас подтянет в этот магазин и вы видите вот ваш кошелек купите вот тогда вы купите поэтому не спешите вот прямо сейчас всю секунду при покупать себе кошелек или портмоне это дело вы должны понимать что вы работаете с энергией денег энергия денег она очень важно итак друзья давайте мы теперь поговорим с вами а еще и не допускайте чтобы окна зеркала и другие стеклянные поверхности были грязными это блокирует пути ваш дом энергии изобилия и удачи вы сейчас скажете что окна например вам тяжело мыть что у вас давление поднимается то что еще какая-то у вас проблема может быть по здоровью вы должны понимать что если вы не моете окна через окна через зеркала идет энергия денег энергии изобилия удачи поэтому как минимум три четыре раза в год вы должны мыть окна благо сейчас есть всевозможные чистящие средства благодаря которому легко это все делается и также стирать ваши тюли и ваши шторы с одной стороны это вам лучше для здоровья потому что вы дышите а другой стороны вы обновляете энергии чтобы у вас циркулировали энергии вот сейчас идет новый год а вот нас сейчас будем творить что через недели две у нас будет рождество новый год старый новый год сделать это чтобы вышли в новый год с чистотой вы с полной чистоты вы скажете что вы не можете помыть окна вот со стороны улицы да потому что пример сейчас зима морозы хорошо не надо помойте стороны который вы на данный момент находитесь помойте постирайте шторы повесьте их вы скажете они влажные у вас будут влажностью у нас у всех сегодняшний день конечно если у вас печка то конечно немножко по-другому но все же сейчас носу все стиральные машинки вы можете постирать поставить максимум вы на выжимку шторы как правильно и тюля они высыхают и то есть вы можете про утюжить влажный повесить и забыть например до марта или до апреля не не бойтесь стирать и гладить и убирать и мыть вам тяжело наймите людей или попросите ваших детей которые мы еще молодые слава богу и могут это сделать далее давайте поговорим о мета приметах народные приметы рассказывают как привлечь деньги во внешнем мире а вот мета приметы расскажет о привлечении богатства на физическом тонком плане это является обязательным условием проявления энергии процветания материальном мире и непосредственно в вашей жизни и так никогда не думайте плохо о деньгах и про тех кто их имеет если думать что материальный достаток это зло и что все богатые люди жадные лживые противные то разбогатеть никогда не вам не получится ваши негативные установки нейтрализует желание разбогатеть никогда не обращайте внимание на других людей что-то богаче и успешнее что-то обманывает крадет и вот он богатый и так далее так далее забудьте про это благодарите к всех и каждого кто рядом с вами из вас друзья знакомы есть богатые постарайтесь быть почаще находиться с ними не думайте плохо они что вот они там у крадут обманут и тогда это их не право это их не дело помните вы несете свой крест и вы должны сделать так что вашей жизни было все хорошо значит вы должны думать так что чтобы вы стали магнитом для денег что вы стали как минимум они там они там для денег вы должны перестать думать плохо деньгах что деньги это плохо что деньги а только нужны для чего-то и так далее и так далее перестаньте плохо думать далее деньги это энергия и она должна циркулировать не позволяйте ей застаиваться не копите дома большие суммы лучше положите их в банк или пустите дело тогда они окупятся и приумножится поэтому никогда деньги они знаете вот не будьте с одной стороны транжира а с другой стороны человеком накопителем если вы знаете что национальной валюте неудачно держать деньги то переводите их валюту то ли это мы например доллар евро там и китайская национальная валюта или японская какая-то либо другая валюта которую вы считаете на более стабильно но никогда не просто не знаете вот просто не как мы советское все время пытались что-то накопить 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 результат был соответствующий особенно тех кто держали деньги дома под матрасом чтобы такого не было старайтесь деньгами постоянно работать если вы боитесь банки держать значит дома сделайте для себя своеобразный какой-то банк пусть это будет маленький сейф который вы будете складывать деньги время от времени пересчитывать благодарить эти деньги и прось и визуализировать как вас они появляются появляется больше например для покупки квартиры или покупки машины или для то чтобы вы ваша семья смогли отправиться какое-то путешествие но я имею не имею ввиду поехать путешествие что-то вблизи а поехать куда-то за границу в европу в азию в америку куда бы вы хотели где вы могли бы отдохнуть следующая мета примета это отдавая всегда мысленно благодарите за получаемые взамен благо будь то еда одежда коммунальные или другие услуги то есть всегда благодарите благодарю получили зарплату благодарю вас денежки что вы ко мне пришли благодарю ангелов хранителей что меня направили на такую вот работу на такую-то дело и меня все хорошо меня получается я благодарю и с каждым днем мы мои финансы улучшаются моя прибыль приумножается не бойтесь не стесняйтесь постоянно говорить говорить со своей головой со своей говорить со своим подсознанием далее энергия радости тесно связано с денежная энергия получая деньги искренне радуйтесь и благодарите даже если вы получили маленькую зарплату и вы знаете что вам не хватает поблагодарить эти деньги благодарите свою работу радуйтесь как ребенок что вы получили деньги вау как и так здорово благодарю благодарю не стесняйтесь не будет благодарить именно деньги и тогда у вашей жизни тут благодаря энергии радости начнет притягиваться и денежная энергия далее давайте щедрые чаевые которые вы даете или оплата услуг должна быть с искренней благодарностью и тогда вернется к вам это все в тройном размере вы пошли чашку кофе выпили до в ресторан вы на больше не можете поблагодарить и дайте пару копеек этому официанту или бармену вы где-то что-то купили где-то кого-то с руку бабушки например или еще кого у кого-то до магазинчики оставьте там пару копеек поблагодарить и что вам оказали такой сервис что вам оказали такую услугу или вам продали то-то и то-то но будьте всегда с благодарности конечно если вам жалко оставлять дабы может так что вам нужно маршрутку не хватить или на метро это другая ситуация но если вы видите что вас кошельки есть дайте пару копеек будьте блоге будьте благодарны энергии денег она всегда возвращается помните об этом может быть так что вы сегодня помогли вот например вы стоите в супермаркете вы уже вроде рассчитались все в порядке вы складываете свои товары которые вы купили в супермаркете и сзади вас бабушка которая не хватает оплатить даже пол пуханки хлеба представляете вот такая вот ситуация что вы должны сделать вытащите деньги допустим сколько там не хватает бабушки для то есть у нее есть какая-то через день но есть всего не хватает и вы видите что она это купила только хлеб она не купила сигареты или алкоголь или еще что-то купила хлеб она кушать хочет у нее не хватает возьмите оплатите за этот хлеб а про себя скажите да не скудеет до рукодающего и пойдите себе дальше вот через некоторое время у вашей жизни может быть разные ситуации и вам также помогут просто так представляете только это может быть через месяц через два через год казалось бы в этому человеку помогли осуществить свою какую-то мечту хотя это как бы до мечта физиологическая хочется кушать но для бабушки это вся вселенная представляете поэтому не жалейте не смотрите на других людей что круче живешь что кого-то крутые машины забудьте про это верьте в энергию денег что у вас на увеличивается что она вас прибавляется что вы являетесь магнитом для денег может быть так что ваши друзья знакомы будут с вас смеяться да не надо рассказывать о том как вы думаете как вы мыслите далее любые денежки любите друзья денежки ухаживайте за ними храните их в красивом домике то бишь кошельки или портмоне бережно обращайтесь с ними но не поклоняйтесь и не служите им подойти облюбить деньги ухаживать за ними их и хранить их и для того чтобы достигать каких-то своих целей и поклоняться это две большие разницы знаете не ставьте деньги как бы чтобы они у вас были как идолом каким-то что вот эти деньги вот вот все научитесь работать с деньгами как с энергией как с энергией благодаря которой вы получаете что-то другое более значимое вот когда вы начнете вот знаете вот есть грань и вы любите деньги ухаживайте за ними что вы понимаете что это энергия и когда вы поклоняетесь вот это вы должны научиться разделять далее мета примета за любые денежные поступления благодарите их даже например если вы ожидали больше и не проявляйте недовольство своего так как таким образом блокируете денежную энергию например ситуация вам заказали какую-то работу сейчас фрилансеров очень много особенно в интернете да вам заказали какую-то работу вы ее сделали и вам оплатили меньше ну человек пожадничал или вот он не любит платить в отдали этой работе все свое сердце не жадничайте поблагодарите что он вам заплатил пусть даже меньше или без премии благодарите вселенную поблагодарите своих ангелов-хранителей попросите их разобраться чтобы вас направили и ангелы хранители ваши помощники верные вам помогли и направили вас вас на путь истины почему так произошло придет время может быть полгода может быть и год вы узнаете поймете что а почему-то человек так сделал или как его вселенная наказала вы даже поймете что не вы судья люди могут обманывать друг друга люди могут красть люди могут все что угодно делать но вы должны понимать что правила законы вселенной не мы написали они есть они существуют и бумеранг он тоже есть как бы вы не обманывали людей он будет возвращаться возможно он вас не тронет но он будет трогать ваших близких ваших родителей ваших родственников детей и так далее так далее поэтому никогда не нужно зацикливаться и никогда не нужно вот думать плохо вы должны понимать что есть энергия денег есть энергия счастья есть энергия любви вы должны всегда вот внести вот это в себе такой даже быть знаете стержень когда он у вас появится вот тогда ваша жизнь начнет меняться перестаньте плакать перестаньте ныть до вас обижает вам очень плохо но значит ваш вам жизнь хочет вам показать что вы должны поменяться что вы должны изменить свою жизнь что вы должны изменить себя никто так должны изменить а именно себя начните именно себя это очень важно ну и последний блохо к блок о котором мы хотели сегодня поговорить с вами в этом видео видео это вениковые приметы не забывайте что народные приметы к деньгам связанные с очищением жизненного пространства и уборка в частности связаны с подметанием в доме поэтому мы сейчас поговорим о с вами о приметах которые связаны и каким-то либо образом именно с вениками понятно что сейчас уже у нас появились пылесосы и мы все современном мире до нажали на кнопку но все равно мы еще все используем веники давайте поговорим о приметах связанные с вениками чтобы не вымести из дома достаток и удачи подметать стоит от порога по направлению к середине комнаты после заходу после захода солнца подметать запрещено очень важно запомнить и вот вот эти два пункта что нужно подметать от порога по направлению к середине комнаты и после захода солнца подметать запрещено ни в коем случае это не делайте далее в одном жилище для уборки можно использовать только один веник по поверью разные веники рассеивают по сторонам достаток и удачу явно хочу напомнить что именно в одном жилище если у вас есть частный дом то в доме понятно вы используете один веник а на улице вы должны использовать другой веник или например у вас есть квартира в квартире у вас используете вы один веник а если вы подметаете на балкон он у вас открытый то там должен быть другой веник, или у вас есть веник, который есть в квартире, и есть веник, который вы убираете в парадной, это должен быть другой веник, а вот на это, пожалуйста, обращайте свое внимание. Далее, веник дома в обязательном порядке поставьте помелом вверх, это способствует привлечению богатства. Мы почему-то испокон веков нас приучили почему-то ставить веник вниз под мели, вместе с совком поставили именно вниз к земле, а нужен наоборот, веник, то, что вы подметаете, ставьте вверх. Следующее, после отъезда или ухода из дома кого-то из членов семьи подметать нельзя до того момента, как он доберется до места назначения, так как согласно народной примете, ссор полетит вслед за вышедшим из дома. Это касается также и мытья посуды. Если, например, еще очень важный момент, это очень касается, когда вы, если у вас, например, были, отдыхали дети ваши или ваши родители, и когда они уезжают, да, они далеко живут, например, в другом городе или в другой стране, то пока они уже не приедут домой, не позвонят вам и скажут, что да, они прибыли, старайтесь в это время ничего в доме не делать, не убирать, не стирать, не мыть посуду, ничего страшного, это займет полдня, день, просто пока отдохните, посмотрите телевизор или займитесь какими-то другими делами, но не все, что связано с мытьем посуды, уборка, то есть там у вас не должно быть циркуляции энергии, вот этого не должно быть в доме или квартире. После захода солнца не подметают дыбы, дабы не выместить достаток за порог. Это очень-очень важно, мы делаем на этом, именно этой примете, на народном поверье очень большой акцент, потому что почему-то многие об этом забывают. Или, например, еще один момент, бывает очень часто так, что вы живете в доме, да, и у вас есть маленький ребенок, соответственно, он по какой-то причине рассыпал там крупу или еще что-то натворил, нашкодничал, и вам нужно подмести. В таком случае вы подметаете в совок все, а совка вы выбрасываете только на следующий день, когда уже солнце зашло. Это очень-очень важный момент. Друзья, вот мы сейчас с вами озвучили, да, приветы, советы, связанные с деньгами, как правильно использовать кошелек, да, то есть очень связанные с веником и так далее, и так далее. В эти приметы привлечения финансового процветания верили, к сожалению, наши предки. У них не было интернета, они не имели телевизора, как мы сейчас, да, у них не было, скорее всего, электричества, потому что до 60-го года прошлого века, к сожалению, не было вот такого вот кайфа, что свет была, лампочка. Этого, к сожалению, не было, вот столько после Второй мировой войны начали уже подключать к электричеству, а до этого у всех были лампы, керосиновые лампы, наверное, многие об этом помнят, но в любом случае многие приметы наши бабушки и дедушки старались нам передать, и не просто так передать, а потому что благодаря и правильному применению люди по-другому жили, жили все-таки, да, было другое время, но все равно кто-то верил в эти поверья и правильно ними пользовался, все-таки люди жили в достатке, поэтому подумайте, пожалуйста, мы к вам не… ваше право верить в это или не верить, потому что это личное дело каждого, но в том, что вот эти вот народные поверья работают, нет никаких сомнений. Друзья, мы сегодня с вами поговорили об очень такой важной теме, мы заняли очень, наверное, скорее всего, много у вас времени, но мы хотим вам сказать о том, что это стоит того. А если вы хотите быть денежными, находиться в постоянном изобилии, в процветании, мы желаем вам этого, пусть у вас так и будет, но если вы неправильно будете работать с энергией денег, с энергией изобилия благополучия, то, к сожалению, у вас деньгами будут большие проблемы. Мы надеемся, наши советы и рекомендации вам помогут в осуществлении ваших желаний, ваших целей. С вами был канал, друзья, из этой река для тебя, если он вам нравится, подписывайтесь на него, ставьте лайки, конечно, ну и пишите ваши вопросы и комментарии. Ну, мы с вами прощаемся и услышимся в следующих видео. Пока-пока!